Всем привет, ребят! Меня зовут Владимир, и я в трейдинге уже практически 11 лет. Шесть из которых я веду свой YouTube-канал, который называется «Трейдинг без цензуры». И сегодня, благодаря маркетсу, у меня есть возможность предоставить на ваше усмотрение, на ваше рассмотрение свой анализ. Свой анализ и торговый подход. Я торгую среднесрочно, при этом я открыто демонстрирую все свои сделки. То есть вы можете всегда на следующих анализах проследить мою торговую активность и непосредственно результаты по той торговле, по тем рекомендациям, которые я вам даю. Поэтому следить за мной будет интересно, и я думаю, что вам будет близок мой подход, и вы из моих брифингов, из моего анализа извлечете для себя что-то полезное, и каждый возьмет на вооружение новый инструмент. Давайте приступим и начнем с самого популярного инструмента. Это евро-доллар. Сейчас у многих возникает вопрос, а что же делать с евро-долларами? Для того, чтобы разобраться и поговорить о зонах накопления и распределения, нам нужен недельный график. Благодаря недельному графику мы можем очень точно заметить области накопления и распределения позиций. Исходя из последнего цикла, мы с вами можем увидеть, что 1.11.50 область, 1.11.1.11.50 была зоной накопления позиций. Как мы это увидели? И за счет чего мы эту информацию можем прочесть? Цена сдерживалась этой областью, давали людям возможность покупать. После того, как цена зашла ниже, люди отстопились. Некоторые мы видим, что были стопы. Видим, что с эти стопы преднамеренно собирали. И после этого цена сделала маневр и вышла в снижение. Это говорит о том, что была набрана позиция на короткую за счет покупателей, которым давали возможность этим уровнем пользоваться. И давали предпосылки на разворот. То есть все демонстрировало то, что цена может идти все-таки вверх. Люди этому поверили, набрали позиции. Кто-то отстопился, кто-то сидит с этими сделками. Распределение по коротким, исходя из графика, находится где-то в области 1.08. Поэтому мы с вами можем записать значение 1.08 как область вероятного открытия длинных позиций. То есть, если вы хотите среднесрочно покупать. Если вы ищете благоприятную возможность на евро-доллар, я бы посоветовал открывать сделки в длинную на 1.08. Что, в принципе, я готов буду делать аналогичным образом. Если речь вести о коротких, о продажах, то, скорее всего, возможность уже ушла. И я вам могу продемонстрировать несколько вариантов, которые открывал лично я по евро-доллару в последние месяца, в последнее время. Это было несколько позиций, которые были открыты дробными, которые были открыты частично, закрыты аналогичным образом. Были продажи, несколько раз я пытался продать в цикличность. И обратите внимание, каждый раз зона продаж была выбрана очень хорошо. Но, к сожалению, во второй раз не получилось удержать за счет того, что цена сделала манипуляцию и начала поджиматься к максимуму. Я не захотел рисковать и закрыл эту сделку. Поэтому с продажами сейчас нужно поаккуратнее. Может случиться так, что цена выйдет выше 1.11, 1.11.50. И тогда нам нужно будет смотреть на вариант открытия покупок выше этих значений. За счет чего? Если вся эта структура все-таки будет являться неким набором на длинные, то, скорее всего, реализация этого набора и выход покупателей может быть выше 1.11, 1.11.50. То есть продажи сейчас по факту открывать негде. Ретест уже отрабатывал несколько раз. В третий раз работать одну и ту же тактику лишено всякого смысла. Поэтому, с моей точки зрения, все-таки стоит взять и попробовать понаблюдать за вариантом длинных. Есть еще и другие инструменты валютного рынка, на которых, возможно, будут более благоприятные возможности. А если говорить о евро-долларе, то я советую вам запомнить два значения. Это область 1.11, 1.11.50. Выше закрепление дневки, стагнация ценовая вы покупаете. Если вдруг цена падает к 1.08, покупайте на 1.08. Это будет нормальным вариантом. Риски, точки стопа вы рассматриваете по собственной стратегии. Я до сих пор, спустя много-много лет своего нахождения в трейдинге, считаю, что торговые стратегии очень индивидуальные. Часть, и поэтому рекомендовать какую-то определенную вам я не буду. Поэтому каждый ищет для себя стратегию. А мои значения запоминайте для того, чтобы открываться там, где есть в этом смысл. И это очень-очень важно. Давайте перейдем к фунт-доллару. Фунт-доллар в последние месяца очень-очень радовал меня. Так, вот он фунт-доллар. Сейчас мы с вами его рассмотрим. Как прибыльные позиции, так и убыточные в частности. Было довольно много позиций по фунту. И они открыты были по позиционированию. В последние месяцы фунт-доллар, наверное, был одним из основных инструментов, который действительно давал варианты. Давайте начнем обозревать, что же все-таки по фунт-доллару получилось проторговать. Обратите внимание на изначальную попытку ловить покупки. Она была открыта на позиционировании. Из-за того, что был импульс, потенциал движения был на откат. Сработал стоп. Я обязательно пользуюсь стопами. Я против бестоповой торговли. И покупки были пойманы все-таки в позиционировании на минимуме. Затем на ретесте зоны распределения получилось открыть продажу. То есть, по факту, я смог прокатиться на этих волнах движения. А все благодаря позиционному графику и таймфрейму, который помогает определять среднесрочные приоритеты направления и зоны распределения. Ну а теперь мы с вами проанализируем, что же делать сейчас. Как нам быть и на что ориентироваться. Во-первых, возьмем зону спроса. Ближайшая зона спроса это 1.20-1.20.50. Ранее этой зоны я не советую предпринимать попыток открыть покупки. Что касается продаж, то здесь есть структура на 1.23, которая пока не сломлена. Это разворотная база, это зона среднего накопления. Здесь уже был ретест, то есть, по факту, уже эта область находится в работе, но повторно ее тоже есть смысл проторговать. Зона 23-23.60 это зона открытия продаж. Поэтому, кому интересно, 1.23-1.23.60 можете использовать для того, чтобы искать и открывать короткие продажи. Длинные ранее, чем 1.20.50-1.20, открывать не стоит. И лучше всего фильтровать этот уровень, то есть, использовать какие-то вспомогательные фильтры, потому что сам по себе уровень на отскок уже отрабатывал, и уже получилось на нем прокатиться. Второй раз обычно не получается. Поэтому запомнили значения, берете их себе в анализ, и затем используете для того, чтобы это все проторговать. Давайте теперь глянем на то, что интересно многим. Это доллар-франк, и он сейчас может быть крайне интересен. Здесь есть предпосылка работы на паритете. Это единица. В зависимости от того, как цена себя поведет на этих значениях, можно будет предпринимать попытки для открытия позиций. С одной стороны, мы видим, что характер движения к этой зоне – это восходящий тренд. И непосредственно на восходящем тренде может произойти накопление на пробой позиции. Стагнация перед уровнем это подтверждает. Угасания, которые были, не были характера ложного пробоя. То есть, стопы продавцов коротких не были собраны. То есть, дают продавать в короткую. И при этом поджимаются минимумы. То есть, покупать на откатах не дают, но дают продавать. Это может говорить о последующем пробое и усилении доллара на этом инструменте. Поэтому внимательно смотрим на единицу. Если будет закрепление по дневному графику, то есть, закроется день, интервал, тогда вы сможете принять решение об открытии длинной позиции на следующий день. То есть, Азия, либо же дождаться Европы и попробовать открыться по Европе. Если вы увидите ложный пробой выше 1.0050, то есть, вы поймете, что собрали все-таки стопы продавцов и цена откатила обратно, тогда открываете короткую позицию. Длинная – это закрытие дневки выше единицы. Короткая – это ложный пробой. То есть, открытие под уровнем, выход за и возврат обратно под уровень. Тогда вы открываете продажу с целью на 0.98. Что касается покупок, открытие выше единицы, то это целевое значение 1.02. Вот такая здесь тактика. Я думаю, что вас сильно не смущает мой пустой график, потому что я уже довольно давно в трейдинге и кое-какие операции графические провожу в уме. Я вам даю уже выжимку того, что считаю нужным сказать, то, что будет вам полезно. Если вы хотите непосредственно более подробно, чтобы я проводил брифинги, чтобы я объяснял каждую тактику и стратегию, тогда в свою очередь пишите в комментариях, будем сами это делать. Новозеландец. По новозеландцу тоже были сделки. Были сделки в покупку неоднократные. Одну покупку получилось вывести в прибыль. Были также продажи по этому движению. Но самое интересное, это непосредственно сделка последняя, которая была убыточной. Сейчас мы на нее посмотрим. Открытие покупки на возможный возврат. Здесь тоже структура спроса. Это глобальный минимум. Обратите внимание, это месячный таймфрейм. И на импульсе по дневке я решил открыться. Это месяц. То есть вы понимаете, реакция по месяцу, она не очень быстрая. Но здесь дневка сделала ложный. Обратите внимание. И зашла выше 63. Я решил попробовать прокатиться на длинных. Этого сделать не получилось. Поймал стоп по позиции. Была также одна позиция от позиционного уровня в длинную, которую получилось закрыть в профит. По факту сделки были довольно интересными. И сейчас есть почва для последующего анализа. Что касается позиционирования. То здесь мы с вами определили, что это месячный минимум. Поэтому может быть структура роста. Но где искать эту структуру роста? Дневки уже недостаточно. Приходится резать интервал, смотреть на час, чтобы найти структуру возможного движения и предпосылок. Здесь мы с вами видим, что есть предпосылки. Это 63.30, 63.25. То есть, это зона, которая сейчас является сдерживающим фактором для похода вверх. Посмотрите внимательно. Закрепление дневки, часовиков в течение 6-8 часов может быть идеей для открытия в длинную. Да, потенциал может ограничиться 64. Но этого достаточно, если вы на часовиках найдете точку входа с относительно небольшим стоп-приказом. В остальном, короткие, это ложный пробой. Ложный пробой должен быть выше уровня стопов. Уровень стопов это 63.50. Поэтому, если вы находите структуру ложного пробоя, в частности, она может выглядеть либо так, либо как-нибудь иначе, не имеет значения. Вы поймите, что ложный пробой это не что иное, как компенсация движения. Это набор позиций. Зона. Давайте объясню вам все-таки, чтобы было понятнее. Зона продаж. Откуда дают людям продавать. Правильно? Выше стоят покупатели, которые ставят байстопы. Это либо стоп-лоссы этих самых продавцов, либо новые агрессивные игроки, которые ждут пробоя уровня. Если, допустим, цена заходит вверх, закрепляется, неважно, заходит, младшие таймфреймы, люди начинают выходить по стопам. Те, кто стояли в продажах, а те, кто увидел возможность купить, начинают покупать. То есть, это импульс покупателей. Однако, если есть короткий игрок, желающий набрать позицию, ему нужны покупатели, которые дадут ему возможность. И он их сбрасывает, находит здесь. То есть, это накопление позиций. Поэтому ложные пробои так хорошо работают. Наблюдайте структуру, будет возможность, работаем. Она двухсторонняя на новозеландце. Запомните значение. 63.25 – это зона закреплений, либо зона уровня, выше-ниже которого смотреть на поведение цены. И 63.50 – это зона стопов. Это важно запомнить. Дальше. Что еще интересного можно с вами посмотреть? Все-таки глянем на доллар-иену. Доллар-иена – это инструмент, который многим сейчас любопытен. Однако, если посмотреть на позиционирование, он очень зажат. И от доллар-иены я бы воздержался. На данный момент времени конкретики мало. И ближайшая зона, на которой можно анализировать, это область 109. Если цена будет в зоне 109, можно будет предпринимать какие-либо решения относительно длинной и короткой продажи. Можно попробовать лимитную продажу. 108.90 – ордер на продажу. Зона стопа – 109.65. Но это очень рисковая идея и сложно сказать, насколько она сейчас будет актуальна после встречного цикла. Но она до сих пор может быть востребована. Давайте также посмотрим на нефть. Нефть WTI. Зона спроса 53.54. Мы ждем цену на 54 для того, чтобы открыть возможные длинные позиции на случай все-таки завершения этой конструкции. Посмотрите внимательно. Зона спроса, на которой цена начинает уже рисовать угасание. Однако рано этого мало. И сейчас рано открывать длинные. Но если цена сможет задержаться выше 54, тогда будет смысл открывать длинные с потенциалом на 58, на 60. Нас это устраивает. Поэтому внимательно следите за 54. Если дневка сможет закрыться выше, вы понимаете, что это завершенная структура спроса и открываете длинную позицию. Естественно, все стопы ищите по собственным торговым тактикам, которые вы используете. Короткие сейчас на нефти найти сложно. Но внимательно смотрите за спросом по 51. Если продолжится структура накопления возле 51, то он может служить пробойным. И в таком случае потенциал падения может быть вплоть до 46-45. Ориентиры у нас есть. Значение запомнили, записали себе и движемся дальше. Давайте также посмотрим с вами на австралийский доллар, как на альтернативу торговли новозеландским. Он тоже находится на минимумах, находится в позиционных значениях. И у меня стоит лимитный ордер по позиционированию. О нем мы сейчас и поговорим. Этот лимитный ордер стоит позиционно на возможный ретест и непосредственно на покупку. Смотрим на значение лимитного ордера. Значение 65,10. Стоп лосс 63,90. Потенциал движения вплоть до 68,5. У нас есть отличная возможность позиционного характера. Значение вы запомнили. Можете воспользоваться этой идеей. Она открыта и проанализирована по позиционному графику. Месяц, неделя. Зона риска рассчитана по неделе. Математически вероятность очень высокая. Вот такие сейчас ключевые идеи. И если вам все-таки было интересно наблюдать за моим анализом, если вы хотите дальше видеть меня в рубрике, не забывайте поддержать это видео, задать вопросы в комментарии, я сам лично всем отвечу. И все ссылки, в частности на мой канал, находятся в описании. Поэтому присоединяйтесь. Будем вместе с вами изучать и практиковать правильный трейдинг. Всем спасибо. Всем пока.